Я зашла со стороны двора, ну, со стороны с изнанки дома. Так, это всё выглядит с изнанки. Я вижу наверху печные трубы. Такой же дом, в котором я живу, только в центре. Пока не вижу каких-то кабелей. Так, вот один вижу. Что это электрически, наверное? Здание пустое. Внутри там деревянные полы. Нет. Это какой-то штакетник на полу лежит, вспученный. Стены ровные, электрические кабели. Интернет, наверное, был. И так разруха. Так, это торец дома. Здесь были бойницы, заложены кирпичом наверху. Наверху, что это? Вон он, электрокабель от того дома. Протянут сюда. Так, закрытые. Кто там? Что наверху там? Замок. Здесь осталась от баннера. Сварная конструкция. Всё, здесь больше ничего нет. Лицо здания. Так, кабель вот от этого столба вижу. Оборванный. Снятый. Сколько же оно, интересно, стоит, это здание? Так, эти кабели вижу. Тут что-то заземление, не заземление. Короче, тут какая-то была контора, школьная медицинская мебель. Остался конденционер. Так, поехали дальше. Интересно сделано, что выбиты все эти... Замазка, как раствор. Короче, внутри. Состояние норм. Окна свеженькие, деревянные. Окна деревянные. Сколько оно, интересно, стоит? Миллионов. Дом РФ. Это вот, кстати, дом РФ. Это, наверное, СА. Министерство мышечных отношений. ГЛПФТ-центр филиал. Всё, поищем его. Вон, наконец-то, это Девятый. Есть такие прикольные ступеньки. Я обратила внимание на них. Шла-шла такая, раз-такая. Смотри, какие прикольные ступеньки. Думаю, хороший для снимка. Глаза поднимаю. Бамс. Держу объявление, что объект продается. Так, ну такие здания крепкие. Я сама в таком живу. В северном. Но здесь, видите, восточная сторона. Теневая вот эта вот сторона. Здесь сыроватый цоколь. Вон, видно. В принципе, он высоко стоит. Выше уровня дороги. Видите, намного. И, а, вот не 9-й, а 19-й. У него адрес 19-й. Так, сейчас посмотрим с той стороны еще. Странная информация так попалась. Я тут ходила сто пятьсот раз, но не видела объявления когда же. А сегодня раз. И я его видела. Почему бы это? Так, зашла со стороны двора. И вижу вот, что в этих окнах лазили. Заложена кирпичная кладка изнутри. Видите, бойницы там внутри. Ну, а так, гранит хороший. Дом неповеденный. Этот угол еще посмотреть. Как бы я не специалист, конечно, пока бегло смотрю. Ну, в целом, да, вот здесь вот все такое. Какие-то двери были в ареалит входа. Видите, был такой, была такая дверь. Осталась железная дверь. И закрыта. Ну, киска. Ну, а что, тут какой-то кусочек земли есть. Интересно, сколько земли относится к нему. Тут хорошее такое красивое дерево. Прям раскидистое. Тень хорошая. Ну, опять же, эта сторона тоже... Хоть и солнце с этой стороны, но здесь, мне кажется, тень. Но, наверное, его можно надстроить. Как вы думаете? Ну, все, здесь гаражи. Кошка-охранница. Ищи так, скажи. Я вот сейчас думаю... Рядом стоит деревянный дом. И я не вижу туалетов на улице. Очень возможно, что он подключен к канализации городской. И соседнее, вон то новое здание большое. Естественно, тоже коммуникации есть. А это здание... Вряд ли имеет коммуникации. Хотя, возможно, кто-то их уже сделал за это. Им надо поставить техническую документацию. Улица Шмидта. Коротенькая улица в центре. Выходящая на Мурский бульвар. Я сейчас пойду посмотрю, что там с моим плакатом. Надо его сегодня снять. Так, плакатик на Шмидта. Я пошла его аннулирую. Сниму.